После традиционной пресс-конференции состоялась встреча губернатора Игоря Руденя с председателем избирательной комиссии Тверской области Валентиной Дроновой. Тему продолжит наш корреспондент. В подготовке и проведении кампании единого дня голосования на территории Тверской области были задействованы 20 территориальных и 438 участковых избирательных комиссий. На выборах в каждом муниципальном образовании работали общественные наблюдатели. Мобильная группа ситуационного центра ввели круглосуточный мониторинг хода голосования. Работала горячая линия для избирателей. Помощь участникам голосования оказывал волонтерский корпус. Прошедшая избирательная кампания отметилась минимальным количеством жалоб, которые поступали в избирательные комиссии. И в единый день голосования 11 сентября в избирательную комиссию области официально не поступило ни одного обращения, которое касалось бы работы ниже стоящих избирательных комиссий. И также хочу отметить, что ни к одному протоколу участковых, а их 438, либо территориальных, а их 20 комиссий участвовало в организации выборов, нет ни особых мнений членов комиссии, ни приложенных жалоб. Отсюда можно сделать вывод, что коллеги из избирательных комиссий отработали высокопрофессионально, подчеркнула Валентина Дронова. Председатель облзберкома отметила высокую конкуренцию в ходе кампании. Так, в Твери на 25 мандатов претендовал 171 кандидат от 8 политических партий. Это почти 8 человек на одно депутатское кресло. В свою очередь губернатор Игорь Руденя поблагодарил граждан, неравнодушных к судьбе своего региона, которые пришли на выборы. Крупнейшей избирательной кампанией на территории Тверской области стали выборы депутатов Тверской городской думы. Важно, что эти выборы в городе Твери определяют дальнейшее развитие столицы Верхневолжья. Все достойные кандидаты, без исключения, это и врачи, и бизнесмены, и работники предприятий, и машиностроения, и дорожники. Представлены все специальности учителя. И важно, что все было очень открыто. Губернатор Игорь Руденя отметил, что все прошло на высоком уровне в части обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и антитеррористической защищенности. Также была обеспечена возможность голосования на дому для тех, кому сложно самим прийти на избирательные участки. Организовано выездное голосование для граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Окончательными результаты будут считаться после их официального опубликования организующими выбор избирательными комиссиями. Продолжение следует...